Очередную пару украинских штурмовиков Су-25 сбили наши войска в зоне СВО. В одном из случаев успеха добилась одно из подразделений противовоздушной обороны. Между тем, служба в войсках ПВО не означает, что надо только отменно владеть ПЗРК, работать на комплексах стрела или БУК. Нужно иметь еще и хорошую стрелковую, а также тактическую подготовку. О том, как проходит обучение в прифронтовой полосе, мы расскажем в следующем материале выпуска. Учебный полигон зенитно-ракетного дивизиона находится в одной из балок, которыми изобилуют местность. Вместе с командиром на звуки стрельбы идет и тверичанка Ольга Левитина. Правда, теперь она не волонтер, а после подписания контракта санинструктор подразделения. И знать должна не только правила оказания первой помощи, но и уметь стрелять из Калашникова. Для начала надо снарядить магазин. Упираем магазин в себя. Вот так вот. Упираем. Куда-нибудь в лифт. И погнали. Одной рукой досываем, так и докидываем. И пошли. И пошли. Не надо брать по несколько патронов. Скорб. И поехали. На пятерку 31 секунда. Затем выход на исходный рубеж. Здесь не тир в горсаду, а прифронтовое стрельбище. Поэтому учат навыкам стрельбы в боевой обстановке. А значит, мелочей не бывает. В обучении непосредственное участие принимает командир дивизиона. Пришел уже, пришел глазами свелась, точку поймала. И вылазишь, выводишь ты точку свою, точку выводишь вперед. Локоть прижат в туловище, чтобы тебе в локоть снатер не снялся. Через небольшое время магазин пуст. Мишени по первому времени хоть и не все, но поражены. Можно доложить об исполнении. Вот это упражнение выполнено. Упражнение выполнено. Как впечатления? Нормально. Ощущения какие? Кайфов. Что самое сложное? Баланс держать. Ноги, чтобы локоть был прижат. При этом надо еще в три попадать. Далее всех бойцов ждет упражнение на работу в тройках. Ольга не исключение. Тут каждый поочередно либо выдвигается вперед и занимает позицию, либо ведет огонь. Причем стреляет еще и инструктор. В прямом смысле слова перед самым носом. Такой прием используется для психологической устойчивости. Чтобы солдат знал, что такое, когда в двух шагах землю режут вражеские пули. Тем временем эта тройка достигает последнего рубежа. Раздается команда штурм. И это задание тоже выполнено. Самое время поделиться эмоциями. Что самое сложное при тренировке и работе в тройках? Бежать, попадать, своего не застрелить. Нет отработки навыков. Будут. Физическая подготовка должна быть хорошая. Иначе это не выдержать. На сегодня тренировка окончена. Но учитывая, что Ольга Левитина теперь военный санинструктор, на этот полигон она вернется еще не раз.